Приветствую всех, друзья! Продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Дану Уайт рассказал, когда пройдет титульный бой Хабиба и Джастина Гэджи. Тони Фергюсон ответил Конору Макгрегору, а Алджин Майнстерлинг хочет драться с Яном за вакантный титул в легчайшем весе. И многое другое. Всем приятного просмотра и мы начинаем! Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Алджин Майнстерлинг призвал руководству промоушену устроить ему поединок с Петром Яном, за освободивший титул чемпиона в легчайшем весе. Фанаты хотели увидеть этот поединок, а сейчас на кону стоит вакантный титул в легчайшем весе. Я второй номер в рейтинге, Ян третий. Это будет схватка для фанатов. Дядюшка Дана, думаю, что сейчас самое время Ямайки получить своего первого чемпиона UFC. Написал Стейлинг в Твиттере. И, к слову, один из спортивных журналистов уже рассказал о том, что UFC разрабатывает их бой. Так что, друзья, пишите ваше мнение, появится ли второй чемпион UFC из России. Ну а мы двигаемся дальше и дальше у нас ответ Тони Фергюсона Конору Макгрегору, Кто наблюдает за бойцом в соцсетях, знает, что его выписали из больницы и теперь у него появилось время ознакомиться с тем, что написал на днях Макгрегор в его сторону. Конор Макгрегор, ты все еще моя сучка. Ты никогда не представлял мои интересы как наш менеджер. Иначе ты бы работал на меня и получал деньги от меня. Сосредоточься на том, чтобы держаться подальше от бутылки пацан. Боленье Джи Групп, это золотой стандарт. Должно быть сложно смотреть на все со скамейки запасных. Продолжай в том же духе, болван. Ответил Тони в твиттере. Ну а в свою очередь Конор Макгрегор сообщил о том, что рад за титульный бой в легком весе. Очень рад за титульный бой в легком весе в июле, написал боец. Правда непонятно, что боец имел в виду. То ли он намекает на то, что он получил титульник, или рад за Хабибу Джастином Гэйджи. В общем фанатов недоумение и скорее всего это очередная попытка привлечь к себе внимание. Так как что касается титула, то Дану Уайт в недавнем интервью рассказал подробности, когда и где пройдет этот бой. Я ожидаю, что бой Хабиба и Гэйджи состоится уже этим летом. Не знаю, будет ли это первый турнир на Бойцовском острове, но скорее всего он состоится именно там. Если только каким-то чудом мир не придет в норму быстрее, чем мы ожидаем. Рассказал Дану Уайт. Так что Конор был прав в одном, это точно. То, что титульник состоится летом и скорее всего и правда в июле или в августе. Неизвестно пока как Хабиб сможет вылететь, если будут закрыты границы. Но надеюсь на этот раз Дану Уайт что-нибудь придумает. В любом случае ожидается интересный и непростой бой. Друзья, вы кстати можете написать в комментариях ваше мнение. Опаснее ли Джастин Гэйджи для Хабиба, нежели Тони Фергюсон. Ну и напоследок намечается еще один титульный поединок между Джоном Джонсом и Домиником Рейсом. Но правда при одном условии, а чемпиона. Я бы хотел снова подраться с ним. Я просто жду пока UFC предложит награду, стоящую того, чтобы рисковать. Если организация не отнесется к этому поединку как к супербою, то я пожалуй буду придерживаться плана и драться со следующим парнем из очереди. Написал боец. И судя по словам чемпиона, получается, что он и правда опасается и на этот раз видит серьезную угрозу со стороны Доминика. А где же те слова, которые звучали перед первым их поединком про уровень и прочее? В любом случае будет интересно понаблюдать за этим боем и то, как на этот раз будут действовать бойцы в клетке. Ну а если не получится, то есть и Блохович, который также обладает тяжелейшим ударом, и я думаю, что и этот боец вполне способен доставить проблем Джонсу. Конечно, судя по его последним выступлениям. На этом, друзья, хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Поддерживайте его лайком, мне будет приятно. Также не забывайте и подписываться на мой канал, если вы вдруг все еще не подписаны. Всем пока.